Добрый день, меня зовут Каравейникова Юлия и сегодня я в моем интервью у прекрасной Юлии Кардена Свалин. Юлия, итак, первый вопрос, что послужило в том, чтобы решить строить карьеру в IT-сфере? Я училась в специальности, которой я сейчас и занимаюсь, в университете, то есть я изначально участвовала в рекламной информатики в экономике и обучалась тому, чтобы внедрять информационные системы. Собственно говоря, этим сейчас я и занимаюсь, я занимаюсь внедрением 1С, что послужило толчком. При выборе, наверное, профессии в институте, это то, что я, в принципе, опиралась на те навыки, которые у меня есть, и у меня всегда было все более или менее спокойно с математикой. Я, конечно, не самая лучшая математика в мире, явно не программист, но для того, чтобы быть аналитиком, у меня все очень хорошо получалось. Было очень все хорошо в гибрологике, с графами, с дискретной математикой. И мне нравилось, что IT-сфера постоянно развивается, хотя, может быть, кажется, что все скучно, мы все время сидим с компьютером, но, на самом деле, это не так, ты все время занимаешься и создаешь из системы, информационной системы что-то новое, какой-то некий организм, который потом живет. И это очень увлекательно и интересно, и, конечно, немаловажно то, что это очень хорошо оплачивается, и я считаю, что это тоже очень важно, что ты можешь благодаря своим навыкам, умениям, своему таланту в этой профессии продвинуться и иметь очень хороший доход, быть востребованным. У тебя как бы все двери открыты, поэтому я, в общем-то, благодаря этому и развивалась, благодаря вот этим факторам. Вклонность у вас была с самого начала. Спасибо большое. Подскажите, а с чего вообще стоит начать новичку, если он хочет пойти по вашим стопам? Иди ко мне на курс, на наставничество, потому что у меня есть свое наставничество. И оно помогает как раз таким новичкам начать успешно, сделать это максимально эффективно. Но если говорить о человеке, который хочет сделать это сам, то я считаю, что, во-первых, для этого нужно понимать, что у тебя есть определенный склад характера, и тебе это нравится, тебе нравится решать задачи. Я это так называю. То есть работа аналитика, консультант-аналитика заключается в том, что ты постоянно решаешь задачи, и тебе интересно общаться с другими людьми, общаться с клиентом, с разработчиком, собирать требования и, опять же, решать задачи эти требования. То есть если тебе это нравится, то можно уже дальше говорить о том, что стоит развиваться в этой профессии. А потом заняться тем, что ты уже узнаешь об этой профессии, понимаешь, какие у тебя сейчас есть на текущий момент навыки, потому что специальность прикладная на стыке бизнеса, на стыке IT. И у каждого человека, который чем-то еще другим занимался, явно есть то, что можно в эту профессию привнести, что уже использовать для себя. И потом обучиться, обучиться, что это такое, что такое проектная деятельность. Это тоже немаловажный фактор, который мало кто обращает внимание. Понять для себя взаимосвязь, потому что это очень сильно повышает себя как специалиста. И пойти работать стажером. Сейчас достаточно много вакансий для того, чтобы быть стажером. Мне уже стало очень интересно про ваш курс. Я хочу подробнее потом о нем узнать, если это возможно. Но пока следующий вопрос. Какие профессиональные рекомендации можете дать тем, кто только начинает развиваться в IT-сфере? Если мы оттормемся от мира 1С и затронем IT-сферу, потому что она огромная, я бы рекомендовала, наверное, разобраться в ней, потому что у всех очень много стереотипов есть вокруг IT-сферы. Так как ты не погружен, это как профессия врач. Если врач, то значит врач. На самом деле там очень много специализаций у врачей. Это все разные люди, медсестры. И есть не только доктора, есть еще обслуживающий, ну как бы не обслуживающий персонал, административный персонал. И все там задействованы. Я бы рекомендовала новичкам разобраться во всем этом, понять, что в IT нравится, что привлекает, потому что есть и разработчики, есть и аналитики, есть и руководители проектов, маркетологи и другие какие-то направления. То есть IT, оно очень обширно. И найти для себя то, что действительно отвлекается, и то, чем нравится заниматься. Потому что вот этот пресловутый стереотип, что если ты IT-шник, ты сидишь в каком-то вытянутом свитере, в очках, и будешь на питоне или ассемблере, ну это не совсем так. Потому что IT, она очень обширная и очень развивается. Ну я считаю, что вы сделали правильный выбор, потому что как ни крути, зайти в будущее развитие в ближайшие десятки лет, там будет интересно. Спасибо огромное. Пока что толстовку с капюшоном не покупают. Пусть ребята разбираются, что им более интересно. Что для вас самое большое ваше профессиональное достижение? Сложный вопрос, потому что я такой человек, я достигатор, в этом есть плюсы и минусы. Следующее достижение я прошла и побежали дальше. профессионально. У меня было столько много проектов. Наверное, я бы назвала, что я была руководителем, потому что это был другой шаг, когда ты руководишь коллективом. И это было достижение. Потому что была как своего рода конкуренция, и выбирали кандидата и становились на мне. И еще было интересно не только стать руководителем, но и в той текущей ситуации заниматься задачами руководства и донести до руководства задачи руководителя. Как бы это было не смешно. Вот. И обосновать то почему-то теперь не просто руководитель специалиста, а именно руководитель. Вот. И, наверное, я бы это назвала. Такое достижение. И еще то, что я обучаю людей. Вот. Обучаю людей профессии. И меня вначале были стажеры, когда я была руководителем. И сейчас есть у меня свое наставничество. И это очень интересно наблюдать за тем, как люди учатся, когда ты им передаешь свои знания. Тем более, которые очень прикладные, и их очень сложно где-то еще найти, кроме как перенять специалиста такого же. Я уже больше 12 лет этим занимаюсь. Вот. И это интересно наблюдать за этим. Спасибо огромное. Как вообще думаете, кому проще работать в IT-сфере? Парням, девушкам или полной игрой значения? Мне кажется, все зависит от того, в какой специальности работать. Потому что, ну, программисты, объективно, мужчины больше. И им там проще. Мне так кажется, потому что практика такая, мозг так устроен. Вот. Сидеть. У меня голова болит. Я, например, не могу быть программистом. Потому что мне прям очень тяжело. А девушек с таким складом характера меньше, чем парней. Вот. Но, тем не менее, в IT есть других миллион специальностей, которые доступны даже и более комфортно работать женщинам, чем мужчинам. Вот. Тем более, мужчинам айтишного характера немножко все равно интроверты, по большей части. А, например, тот же аналитик, руководитель проекта, когда нужно коммуникации налаживать. Вот. То есть, я думаю, что это все. Ну, в зависимости от специальности можно себе найти в IT любому представителям. Мужчине, женщине. Вот. Неопределившейся личности, как сейчас. В общем, IT-сфера максимально толерантна ко всем. Спасибо огромное. И последний мой вопрос. Я бы хотела поподробнее узнать про ваш курс. Вы так интересно рассказывали про наставничество. Вообще, какие, может быть, модули он сюда включает? Кому стоит идти куда? То есть, если, допустим, человек уже проработал в IT-сфере, допустим, проект-менеджером, стоит ли идти к вам на курс? Или там на половинку курса вообще? Для себя просто думаю и смотрю. Спасибо. Мой курс, он наставничество. Это для людей, которые хотят переквалифицироваться в консультант-аналитике. Вот. Он чисто женский. Я на женской аудитории, мне с ним комфортно работать. И что он себе представляет? Это погружение в профессию абсолютно с нуля, при условии, что человек владел какой-то другой предметной областью. Например, был бухгалтером или казначеем, не знаю, кадровиком, возможно. Или начинает уже работать консультантом, аналитиком. И вот он хочет сейчас погрузиться в это больше. Получается, курс вначале идет только теоретическая часть, и потом модуль практики, который имитирует проект, настоящий проект в 1С. Почему стоит идти на проект? Несмотря на то, что сейчас очень много стажерских программ и обещают, что там обучат, тем не менее, есть очень большая проблема, что идеи обучают работодатели. Не берут все-таки людей на работу. И, конечно, обучение – это обучение проекта. Ты ходишь на проект, и ты работаешь. А проект – это один год. То есть ты вначале только выпадешь, и еще второй, третий – ты только поймешь, что за чем следует. На курсе я просто все это свела в один… Ну, у меня сейчас несколько модулей. Вообще, это полноценная такая программа наставничества, где мы вот эти три года закладываем в три месяца. И под моим руководством, исходя из того опыта, который у меня уже есть, десятки проектов, то мы проходим пошагово и разбираем каждый этап, что происходит, что нужно делать, как реагировать, зачем это нужно. Потому что многие не до конца понимают вообще, чем мы занимаемся в глобальном смысле. Потому что, ну, тебя кинули на какую-то конкретную точную задачу. Ты ее разбираешь, а посмотреть на это сверху не хватает ни квалификации, ни понимания. Это приходит только с опытом, либо действительно, что кто-то другой будет тебе это рассказывать. Человек, который уже это прошел, вот. К сожалению, на работе редко есть люди, которые там с собой сядут, скажут, зачем мы внедряем информационную систему, или почему каждый этап идет вот так вот. Для чего это нужно? Какая-то цель. Когда тебе устраивается эта схема, тебе как бы уже не страшно, наверное, на какой проект. Вот. Какая-то очень хорошая подготовка, почти как курс молодого бойца, только для девчата и для IT. Спасибо огромное. Спасибо. 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 Добрый день. Меня зовут Юлия Карденас. Я являюсь участницей конкурса «Мисс Красавица IT» и сотрудницей «Корус Консалтинг». Сегодня я беру интервью Юлии Крабинниковой, и мы поговорим о том, как Юлия пришла в профессию и что она может посоветовать таким же ночкам, как она. Вот. Юль, расскажи немножко о себе, где ты работаешь, где ты работаешь, и пойдем по вопросам. Всем добрый день. На данный момент работаю в международной горнодобывающей компании «Евраз», менеджером проектов. Уже порядка двух лет я в этой компании. Вот до этого у меня был опыт на такой же должности, но в других компаниях и в стартапах, и в более мелких. Понятно. А что послужило толчком к тому, что ты вообще занялась IT, пришла в эту сферу? На самом деле это было очень неожиданно для меня. У меня образование первое юридическое, и где-то на третьем курсе мы начали очень активно с подругой. Подруга училась на ИНИАЗе, и мы начали активно ходить на различные тусовки, студенческие там мероприятия. Вот. А ИНИАЗ обычно общается с факультетом информационных технологий. И получилось так, что у нас очень много и подруг, и друзей стало именно будущих айтишников. И по окончанию универа я поняла, что точно не хочу быть юристом. Это максимально неподходящая для меня профессия. Ну и так закрутила и завертелась, что попробовала IT. Очень интересный такой вопрос. Вот. И ты именно сразу стала против там, да? Или ты еще... Я была тестировщиком, это было как раз в стартапе, но тестирование, естественно, было обычное ручное. То есть я прям обкладывалась телефонами, ставила там кучу разных ноутбуков, фишетов. Вот. Ну, это был тоже достаточно такой интересный опыт именно для понимания потом, что нужно проверять, на что обращать внимание именно как менеджеру проектов, что может пойти не так, с каким же условным разрешением или еще с какими-то нюансами, которые вроде как понятны изначально, а разработчиков там не проговорили, не прописали. И действительно это был для меня очень полезный опыт. Интересно как. А если новичок тоже хочет пойти по твоим стопам, что бы ты ему посоветовала? Ну, я бы посоветовала начать, наверное, с каких-то курсов. Сейчас их достаточно много. Ну, вот. Плюс дополнительно самому, конечно же, читать, смотреть и интересоваться. Мне кажется, без внутреннего какого-то интереса, полностью предрасположенности в принципе к тому, что ты делаешь. Будет очень тяжело. То есть, мне кажется, нужно прямо погрузиться максимально. Получается, и там какая-то работа, естественно, остается. Плюс еще курсы. Плюс там, не знаю, читать статьи на Хабре, смотреть YouTube. В общем, получать информацию из разных источников, ее анализировать и быть в курсе максимально всех событий. Если вдруг получится так, что еще есть какая-то часть окружения, которая варится в этой теме, в этой теме, то, мне кажется, будет помнить вам плюсы. А какие профрекомендации ты можешь дать только начинающим развиваться специалистам? Профессиональные рекомендации, наверное, прежде всего для менеджера проектов развивать свои коммуникативные навыки. Вот, потому что общение бывает сильно разным. Переговоры бывают как легкими, так и достаточно тяжелыми. И как раз развивать навыки ведения переговоров, мне кажется, это такая специфичная задача. Второе, легко никогда не останавливаться в своем развитии. То есть даже, когда вы уже получили должность мечты, в компании мечты, все равно продолжать расти, что-то где-то дополнительно обучаться, проходить семинары, может быть, участвовать в конференции. Всегда стараться узнать что-то новое, не отставать от всех технологий, и тогда с тобой в классах. Ты говорила, что ты начала с того, что ты была тестировщиком, а потом пришла к тому, что ты стала руководителем проекта. Что тебя сподвигло поменять, вот именно в сторону руководителя проекта вырасти? Или тебе просто был интересен рост, а следующий этап тестировщиками руководителя проекта? Не могу сказать, что мне было изначально как-то интересен именно рост, просто до того, как я пришла войти, параллельно с учебной у меня было две своих танцевальных школ. Я преподавала пилон, воздушную килибристику для детей и для взрослых, и я как-то сама по характеру такая достаточно общительная, плюс именно опыт управления у меня уже был достаточно неплохой. И я поняла, что в принципе в этой сфере мне было бы интересно скорее управлять, наставлять, вот что-то куда-то в этом поле двигаться, а просто сидеть тестировать. Мне интересно, мне классно, но я понимала, что долгой перспективы я точно не смогу. И ты поэтому стала развиваться и двигаться, и получается вообще ушла в управление? Да. Я поняла. А какое, ты считаешь, у тебя было самое такое запоминающееся, может быть, профессиональное достижение? Не обязательно, может, на что было такое в части показательное, знаешь, что там директор директора, вот, может быть, запомнилось оно для тебя, оно было не таким незначимым в части профессии, но значимым для тебя лично. И значимых для меня это, наверное, был просто самый такой запоминающийся и милый момент. Где-то с полгода, может быть, месяцев восемь назад на моей работе мне доверили нас, да, у меня сейчас есть три замечательных молодых человека, которых я обучаю, наставляю, будущие руководители проектов, которые уже будут такими прям матерыми. Вот. И один из них, несмотря на то, что в жизни у нас с ним разница в возрасте там порядка 15 лет, то есть он у меня старше, он сказал, что я о нем так заботюсь, как о ребенке, и ему это безумно приятно, и это происходит настолько комфортно, что ему хочется. Вот. Мы с ними геймифицировали процесс обучения, и они мне обучаются за алмазики. Вот. И потом их обменивают на интересные книжки, полезные статьи и так далее. Вот. Он сказал, что вот эта вся игровая форма, ему прям по кайфу, он реально сидит вечером и думает как бы заработать еще один алмазик. И для меня это было прям очень мило, и я поняла, что я двигаюсь в нужном направлении. Очень интересно, да. Вот. Юль, у меня все вопросы. Вот. Предлагаю на этом закончить. Было приятно с тобой познакомиться поближе. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.